Хочу всех вас поздравить с наступающим Новым Годом. Я искренне хочу это сделать и делаю. И хочу, чтобы в Новом Году, в котором выступили, у нас было все новое. Бог всегда творит все новое. Говорит, я творю все новое. То, что было вчера, оно не должно повториться сегодня, потому что оно должно быть старым. Бог никогда не повторяется. Когда-то пастор Прокопов говорит, Бог это не копировальная машина. Переводчик перевел Бог не ксерокс. И, конечно, я хотел бы, друзья мои, сегодня говорить очень важное слово. Я считаю, что Бог послал мое сердце, потому что я молился и много есть, что сказать. Но Бог проговорил мое сердце и сказал, чтобы мы сегодня поразмышляли о Божьей силе. И Бог сказал в мое сердце, что я хочу, чтобы церковь последнего времени была обличена в силу мою. Учитывая все это, что окружает нас все вот эти козни, которые дьявол ставит и строит в жизни против человека, против церкви, церковь должна облечься в силу. И поэтому у Бога есть все для этого сделано, чтобы церковь могла облечься в силу. Бог все сделал для этого. Он позаботился и все дал. Я еще хотел, ну, Господи, дай подтверждение, вот, что действительно это Ты хочешь. И когда мы поклонялись Господу, то благословенные наши левиты, они вели нас и призывали нас, и мы провозглашали, крести нас своей силой. Что такое крести? Облики нас в свою силу. Погрузи нас в свою силу. Когда мы принимали крещение, и когда Христос принимал крещение в Иордане, и подобно, поэтому, как мы вспоминаем и это делаем на протяжении всех веков, времен церкви, то, когда Христос принимал крещение, то написано, что Дух Святой Голуба сошел на Него, и после испытания, которое прошел Христос в пустыне, Писание говорит, что Он возвратился в силе Духа в Галилею. Не просто так, не такой измученный от продолжительного поста. Сорок дней Он был в посте, и Он не возвратился в такой бедный, жалкий, несчастный, голодный, истощенный Христос, но возвратился в силе Духа в Галилею. И люди смотрели на Него, и Писание говорит нам, что сразу разнеслась о Нем молва по всей территории. Если ты хочешь, церковь дорогая, чтобы молва разнеслась от церкви пробуждения по всему сакраменту, то ты должна облечься в силу Духа. Это сделает церковь известным. Если церковь без Духа, без Божьей силы, я не хочу сказать, что вообще без Духа. Дух Святой есть в церкви, но есть церковь, может быть, духовная, но без силы. Когда Христос сказал, что вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, это, да, она сопровождалась говорением иными языками, но здесь главный поинт – сила. Какая польза, если мы будем говорить, как апостол Павел говорит, тьму, словно на незнакомом языке, а там нет силы. Поэтому очень важно сегодня, и сегодня тот день, чтобы ты мог облечься в силу Его, и с Новым Годом вступить в новую сферу, в новый уровень отношения с Богом. Потому что это очень важно. Может, ты долгое время борешься с какими-то проблемами, которые встречаются в жизни, в семейных вопросах, в детях или в другие вопросы, и ты не можешь найти победу, не можешь выйти на нормальное, чтобы быть победителем, потому что нет силы. Потому что, как Писание говорит, что, если ты с пешими бежал, и они утомили тебя, то как же ты будешь сражаться с конными, с конями, когда конница пойдет против тебя? Иногда мы бываем такие беспомощные, чуть-чуть какое-то служение, и мы уже устаем, дом, нас не хватает силы, нам надо быстрее на кемп ехать, чтобы изродиться силой, даже физической. Почему сегодня мало людей? Потому что все пошли, поехали многие, чтобы приобрести силу, отдохнуть. Мы будем молиться за них, будем благословлять их, потому что это тоже очень важно. Человек без физической силы, он не может быть носителем Божьей духовной силы, силы Духа Святого. Это тоже очень важно. Поэтому это, ну, мое немножко вступление. Я сделал поинт, что очень важно нам обресть силу, и сегодня мы можем это получить. Бог сделал для себя. Дух Святой сегодня готовил нас, и через наших левитов, и через хор готовил нас, и вел к тому, чтобы получить силу. Наш Бог есть Бог сил. Так Писание говорит, Бог есть Бог сил. И она, есть сила, сокрыта в Иисусе Христе. Я хочу прочитать первое место. Это... Что же это? Это Иоанн Лео от Луки, с первой главы. 30, 31, 32 стих. «И сказал ей ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь в очреве, и родишь сына, и наречешь имя ему Иисус. Он будет велик». Сделаем паузу. Он будет велик. Если Писание говорит, что Он будет велик, так значит, Он будет велик, потому что у Бога есть другое измерение, чем у людей. Если Бог что-то называет великим, значит, оно очень великое. Он будет велик. «И нарочется сыном Всевышнего, и дать Ему Господь, Бог, престол Давида, Отца Его, и будет царствовать над домами Акова во веки его веков, и царство его не будет конца». «Аллилуйя! Аллилуйя!» О, слава Господу! Все, начинаем с «Аллилуйя», пойдем дальше. И надо будет и «Аминь» говорить, и прославлять Господа, и тогда мы обличемся в силу Его. Я хотел бы бы сегодня, если кто хочет облечься в силу, у нас будет данная возможность сегодня прийти сюда. Или если ты силен, это тоже для тебя-то это слово. Потому что сила должна быть обновленная. Мы обновляем часто свой интерьер, свою обстановку, свою дома, и все обновляем. Обновляем, обновляем. Сила твоя должна быть обновленная. Надеющий на Господа обновится в силе. Пойдут и не устанут, потекут и не утомятся. Поднимут крылья, как орлы. Аллилуйя! Надеющий на Господа. Не надеющий на себя. Надеющий на Господа. Аллилуйя! Слава Господу! Я очень рад, что у нас такой Господь. Силен, великий. И в чем заключается величие Божье? Там Исаия говорил о нем. Нарекут имя ему, Иисус. Он. И там дальше есть другое место, что Бог крепкий. Царь Вечности. Бог крепкий. В чем заключается его сила и крепость? Величие и крепость его. Сили его. Все сосредоточено, все атрибуты Бога, которые Бог, богословы поставили ему, и в Сочинном Писании заключается его силия. И Исаия много видел Иисуса Христа. И в 1 из 63 глава мы читаем... Я даже прочитаю это, потому что это очень важно. Я считаю, очень важно. Кто это идет от Едома? В червеных рыжах от вассора, столь величественной в своей одежде, выступающий в полноте силы своей. Кто это идет? Величественная одежда и выступающий в полноте силы своей. Есть сила, имеет полноту. Есть начатки силы. И есть полнота силы. Бог хочет, чтобы церковь в последнее время была обличена в полноту силы Божьей. В полноте силы, силы своей. И ответ. Исаия видел, видел вот этого личность, которая... И говорит, кто это идет? Спасибо, братья. Вы очень хорошо бодрствуете там. Я даже не назвал, какую главу вы вывели. Слава Господу. Вот это прекрасно. И ответ. Я изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. Я изрекающий правду. Бог праведный, изрекает правду и имеет силу, чтобы спасать. Вы знаете, многие, ну, не предъявляют значение этому слову спасение, но это очень сильный аргумент, который совершается в жизни человека. Действие сильное. Никакая наука, никакая другая динамика ничего не может сделать, изменить человека, спасти его, освободить его, возродить его для новой жизни. А это Божья сила. И Бог сделал все с этого. Я хотел бы немножко вместе с вами порассуждать о его силе. В чем заключается сила? И перевести это все, то, что Христос приобрел, то, что Отец Небесный дал ему, снарядил его, и он принес на землю, то, говорит, апостол Павел говорит в послании к римлянам, если он сына своего не пощадил, то как с ним не дарует нам всего? Вот это прекрасно. Вот это очень сильно. Бог отдал самое дорогое, отдал сына своего. Но в этом, в Иисусе Христе, когда мы принимаем его, мы принимаем силу его. В чем выражается сила Божья в Иисусе Христе? И первое, что я бы хотел сказать, его сила в слове. В слове. Я, когда читаю Писание, иногда просто аж поражаюсь. Она говорит, вселенную он держит своим словом. Землю взял, повесил ни на чем. Взял и просто ни на чем повесил. На чем он повесил? Ни на чем. Но он сказал слово. Когда мы проезжаем на Пойнт-Арина, мы видим такой бесконечный, ну, кажется, безграничный это водоем, океан. И когда-то Бог сказал, да соберутся все воды в одно место. И собрались. И потом отделил Бог сушу от воды. И вы видите, когда будете ехать на Пойнт-Арина, вы видите, какой забор поставил Бог от воды и суши. Там иногда сто метров высота этого забора. Но выше, чем Трамп хочет сделать от Мексики. И Бог все это сделал словом своим. Он сказал, да будет так. И стало так. Аллилуйя. Поэтому очень важно, когда мы говорим слово, мы должны очень борцать, что мы говорим. Не заниматься пустословием. Потому что иногда мы можем пустословить, даже и у меня это проявляется. Проблема. Это проблема. Но Писание говорит, да будут твои слова немногие. Чтобы говорить, нужно говорить, что своеобразно здравому смыслу и Слову Божьему. Это очень важно. Вы знаете, я приехал из Карелии и у меня была очень важная встреча. Я считаю, что очень важно было. И мы провели с этой семьей, можно сказать, целый день. я не знал этих людей, но они, когда мы ехали в поезде из одного места в другое, переезжали, там служение было, и одна семья, муж и жена подошли ко мне и жена говорит, я вас знаю. А я посмотрел на них, я их первый раз вижу, я говорю, я вас не знаю. Она меня говорит, не знает. И начала рассказывать. Я специально, я узнала, что вы приехали и я специально приеду к вам. Я хочу с вами пообщаться, поговорить, потому что то, что вы сказали мне, оно совершилось, оно стало, стало явно, вот я увидела. А что же я вам говорил? Я даже забыл это все. И был случай, это где-то пять лет тому назад. Мы ехали в том же самом поезде, по тому же самому маршруту, и мы еще ехали, два человека, у меня, ну, помощник молодой парень был, брат и еще одна подросток, девочка, ну, которая стихи читает, все, мы служение совершали там, и ехали, и я говорю, идите засвидетельствуйте, мы в общем вагоне ехали, идите скажите, скажи этому парню, он такой высокий, как наш брат Майкл, иди скажи ему, и он что-то сюда, туда, наверное, с мыслями собирался, а эта девушка уже побежала туда, я даже ей не говорил, думаю, хотя бы она там ничего плохого не сказала, но она ему сказала, что Иисус любит, говорю, что ты ему сказала? Я сказал ей, что Иисус любит ее, и что он хочет спасти ее, а она что тебе сказала? Она сказала, что у меня есть очень большая проблема, я еду на суд, там у меня хотят дом отсудить, и не знаю, как будет, вот, если я хотел, чтобы выиграть этот суд, и когда мы выходили из вагона, уже на нас, на основу я подошел, мимо шел и говорю, суд выиграешь, и к Богу придешь, и все, я больше ничего не сказал, потому что люди выходят, нас толкают, выходить, вот, суд выиграешь, и к Богу придешь, и это было слово от Господа, я даже сам не придал этому значению, просто сказал и все, но это было, она приняла это как слово от Господа, потому что она знала, что идет, что я являюсь пастором, и говорит, вот прошло пять лет, я рада, что встретилась с вами, и вы знаете, я ехала тогда на суд, и я выиграла суд, дом остался у нее, и говорит, я в этом году, в том же самом году, говорит, я пришла в церковь, когда я выиграла суд, я пришла в свой город, в город, в свою церковь, там, и рассказала, и я приняла Господа вместе с мужем моим, и вместе служим Господу, велик Господь, очень мало надо иногда, четыре, три слова сказать, но это, если это слово от Господа, Бог силен в своем слове, Бог стоит за своим словом, и Кописание говорит, я бодрствую, чтобы слово было исполнено, Бог силен в слове, второе, в чем еще проявляется Божья сила, Бог силен в вере, вера, это очень важно, вера, и Писание говорит, что там мужи Божьи побеждали царствие, вера, вера, творит великие чудеса, и Писание говорит, что вера, это тот, тот, поинт, что можно Богу угодить, потому что без веры нельзя Богу угодить, да, мы иногда планируем и хочем угодить Богу, а веры нет, мы не угодим Богу, без веры Богу угодить невозможно, только приходящий к Богу должен, должен, скажите, должен веровать, что Он есть и ищущим воздает, то есть, и что-то через веру можно принять и получить. обнови сегодня свою веру, обнови сегодня свою силу, свое слово, и начни веровать. Величие Бога сокрыто в Его силе. Вы знаете, по поводу веры, мы иногда думаем, что когда мы приглашаем людей молиться за исцеление, за другие проблемы, мы иногда создаем сомнение, что служители, пастыри имеют больше веры, чем простые родовые члены церкви. Это не всегда так. Бог иногда дает веру, ну, независимо от нашего нашего сана, от нашего состояния, Бог дает веру. То есть, Бог предлагает, а мы принимаем. И кто-то сказал, один из проповедников, я запомнил это, что вера это как рука, которая берет. Рука, которая берет вера. И вера побеждает так, мы можем побеждать верой. Вы знаете, был один случай, я хотел бы опять поделиться, потому что, ну, наверное, я больше не буду примеров из своей жизни приводить и свое служение, потому что их очень много, но один случай был, который запомнился я на всю жизнь. Что сделала вера, какое произвела, какую работу, какое чудо, просто можно сказать. это было одно из ряда чудес. И что самое главное, это я беседовал с этими людьми, это была мама одного умирающего мальчика, которому было 6 лет, вот, и я ей проповедовал, когда пригласили в госпиталь, чтобы помолиться за него, я начал этой маме больше говорить, потому что этот мальчик был полностью без помощи, он под колпаком лежал, его было, он был очень, весь синий был, не было признаки жизненные для его лица, я не знал, что с ним такое, и поэтому я начал проповедовать и говорить маме о вере, чтобы маму привести к вере, если ты будешь веровать, ты увидишь его здоровым, и когда она, я понял, что она приняла, она уверовала в те слова, которые я говорил о женщине, которая потратила все и к одежде прикоснулась и получила исцеление, и когда мы ушли, когда мы помолились и ушли, то сестра, которая была вместе со мной, говорит, Павел, что ты наделал, я говорю, а в чем дело, ты, говорит, ты не знаешь, какая болезнь него, а ты так обнадежил маму, что он будет здоров, потому что я сказал, твой сын будет здоров, твой сын будет здоров, четыре слова, и я ушел, и меня привел страх, чтобы не подать виду, я сказал, все, не говори мне больше, все нормально, я нормально сказал, все, но сам был наполнен страху, пришел домой, открыл Библию, положил ее на пол, и сам на пол склонил колени свои, вот, и там, я всегда, когда сложные моменты в жизни, я молюсь с Библией, она открытая, я смотрю в слово и провозглашаю это слово, но в тот раз было немножко по-другому все, я сказал, Господь, мы попались, вы понимаете, вот дерзнуть, сколько дерзости у человека есть, Бога включи, чтоб ты попался, Господь, но мы попались, то есть, я попался, и Бог попался, мне просто страшно, потом было и стыдно, что я так сказал, а Бог, знаете, что мне сказал, не я попался, ты попался, потому что ты проповедуешь, а не веришь в то, что ты проповедуешь, ты не веришь в то, что ты сказал сегодня этой женщине, вы знаете, так бывает, я начал замечать иногда, мы проповедники проповедуем и не верим в то, что мы проповедуем, а хотим, чтобы люди уверовали, это невозможно, ты должен верить то, что ты говоришь, это Бог мне научил этому, и тогда Бог сказал открывай первую страницу Библии и читай из какого из чего я создал Бог и человека ну я знаю из праха земного а в этом у этого мальчика был врожденный порог сердца и его был просто вместо клапана была дырка и все и клапан не закрывалась ему где-то когда только он родился где-то еще года не было ему сделали искусственный клапан поставили и когда ему стало было 6 лет надо было опять повторную операцию даже где-то в 3 или 4 года делают повторную операцию меняют клапан потому что сердце растет все развивается а клапан не в силах уже работать в таком надо менять клапан но поскольку было сильно финансовое положение тяжелое и все это было 90-е годы и он он просто начал умирать и врачи уже выписали в отделение выписал ему сопровождение говорит он ночью ночь не перес он умрет не переживет и чтобы вы меня не тревожили то сразу когда он умрет его в морг отвезите и все написал выписал направление в морг я этого не знаю потом и все это мне когда сказали вот и бог сказал тогда когда мы общались с ним говорит я создал человека неужели я не могу этот клапан дать ему жизнь чтобы он мог расти там внутри я сказал что господи ты можешь но но веры в меня было очень мало что-то клапан мой отрасти знаете что случилось когда мы ушли он открыл глаза и говорит мама я хочу пить она дала ему пить сок какой-то там стоял на тумбочке а потом говорит мама я хочу в туалет она срывает этот колпак кислородный потому что под кислородным колпаком был все срывает все а это как раз его его палата была напротив медицинского поста это там стеклянная стена вот стекла и врачи это все видели дежурные и они прибежали они мама что что женщина что ты делаешь не трогай его он уже при смертном состоянии находится он уже умрет не трогай его не тревожь его но она настолько была сильна у нее вера она срывает его подымает и тянет его в туалет это потом рассказали на следующий день она рассказала что-то хотя я даже я боялся к ней пойти второй на второй день а послал одну сестру говорит иди узнай что там я не пойду вот вот бывают вот такие ну ну тоже бедная если нет веры бедная сила правда думаем что силы есть а ее нету потому что веры нету сила бедная сила бедная сила в вере и что получилось когда она с туалета его завела обратно врачи его начали опять обследование пульс проверили давление проверили все работает нормально они переглянулись и говорят а что вы делали ему а женщина говорит это на ваших глазах вот то что мы делали мы просто пастор молился это было мы были в понедельник это был разговор вторник полностью в пятницу его выписали полностью здоровым воскресенье весь все отделение кардиологии было в церкви и он свидетельствовал прошло где-то 15 лет после этого все это зашло в забвение и мы делали собрание сразу в конце собрания подошел ко мне вот такой большой парень вот лет 20 пришел такой и говорит пастор мы будем уезжать отсюда с нашего этого города где-то на юг и я пришел чтобы вы помолились и благословили нас они в собрание не ходили не знаю почему я бы поступил по другому если будешь с исцелением я бы по другому распродился но мама веровала в Бога и он веровал я говорю а кто ты такой я тебя не знаю когда он пришел попрощаться я говорю а он говорит а я тот Валера меня зовут помните 6 лет мне было когда вы проходили в госпиталь и молились за меня сильный крепкий здоровый никогда больше скальпель не коснулся его тела его сердца господь целитель наш твой и мой аллилуйя слава ему вот что делает вера вера это можно сказать неверующей женщины но она уверовала в слово божье слово божье вера она делает человека сильным что еще делает человека сильным что еще было в Иисуса Христа что делало его сильным и великим я бы сказал его делало сильным и великим любовь его божья любовь была сокрыта в Иисусе Христе когда Бог послал его на землю он наполнил его любовью и он возлюбил весь мир ибо так возлюбил Бог мир что отдал Сына Своего и я бы сказал друзья мои что самая сильная сила которая есть на земле и которая обитает в церкви во всяком случае должна обитать в церкви это Божья любовь и она должна двигать каждым служителем Божьим если служитель Божий не имеет любви сиди и ничего не и не иди потому что много беды наделаешь ты должен быть движим Божьей любовью независимо как люди относятся иногда мы читаем место и мы мы просто противимся иногда написано любите врагов ваших как это так это невозможно кажется но мы все были врагами к Богу и Он возлюбил нас какая польза если вы любите любящих вас есть сила Божьей любви и и ты принял и я принял эту любовь потому что любовь изливается в сердце Духом Святым что еще делает Бога сильным сильным его действия мы сказали слово вера любовь и здесь я много написал где-то больше десяти моментов положений но я сокращаю потому что время наше бежит я хотел бы еще сосредоточить свое внимание на одной из сильной силе которая которая это крови Иисуса Христа без крови Иисуса Христа она церковь просто она бессильна что делает кровь Христа в жизни человека что она сделала в моей жизни и в твоей жизни крови Иисуса Христа во-первых три основных таких момента что производит кровь Христа в жизни нашей она кровь Христа во-первых она что делает она омывает нас очищает нас когда мы приходим к нему когда мы принимаем его свою жизнь когда мы принимаем его слово когда мы верой включаем веру свою то тогда действует кровь Иисуса Христа и она омывает всякий грех и есть сила в крови Иисуса Христа мы часто поем я люблю эту очень песню знаешь ли ручей что бежит действительно кровь Иисуса Христа она не потеряла силу и можно много было сказать примеров что творит кровь Иисуса Христа в жизни человека во-первых она омывает потом она омывает очищает потом кровь Иисуса Христа я здесь написал она мы омыты мы куплены кровь Иисуса Христа в данном случае стала ценой и Писание говорит что мы куплены драгоценной крови Иисуса Христа то есть Бог своей кровью выкупил весь мир всех людей и если принимаешь человек то это сделка купли продажи она совершается в его жизни мы искуплены мы омыты и третье что делает мы защищены кровь Иисуса Христа кровь Иисуса Христа это как защита в жизни христианина и самое большее что боится дьявол враг это крови Иисуса Христа когда дьявол атакует ты начинаешь провозначать кровь Иисуса Христа кровь Иисуса Христа и дьявол убежит противостоин твердой веры и убежит от вас хорошо а что про нас это все больше сосредоточено Иисусе кричит а что про нас я опять же возвращаюсь может опять на то что Христос все сделал и все то что он имел он отдал тебе и мне отдал церкви он поручил он сказал что вы примите силу когда Дух Святой сойдет он сказал идите проповедуйте Евангелие он сказал все даю вам власть и когда Господь посылает то он обязательно обеспечить снарядит нас своей силой он не посылает служителя просто такого бедного несчастного как сироту чтобы проповедовать Евангелие Евангелие тоже кстати является силой Божией ко спасению всякого человека мы иногда даже можем упреки слышать что мы палаткой занимаемся с бомжами но Евангелие спасает бомжей им есть пример они в церкви есть потому что это сила Божья Евангелие это Божье Евангелие Евангелие Иисуса это Иисус Христос Словие поэтому не стыдись проповедовать Евангелие как апостол Павел сказал потому что в нем Божья сила на спасение всякого человека иудея или нам но вопрос стоит как нам обрести эту силу как получить ее потому что много можно знать но не иметь ее хотя это это нельзя это допустить это нонсенс церковь без силы Божьей это это бедное несчастное общество людей которые делают какие-то играют в какие-то игры нельзя играть когда вокруг тебя зло когда дьявол атакует тебя нельзя играть в игры надо противостать твердой веры вести борьбу все это как написано вооружительство все оружие Божье и Бог дал вооружил Бог вооружил церковь своей силой прочитайте я не буду за нестатка времени читать хотя хотел прочитать первую главу и вторую главу Ефесянам апостол Павел говорит я я молюсь я преклоняю колени молюсь чтобы Бог Господа Иисуса Христа Отец Славы дал вам Духа премудрости к познанию Его почему нужно важно познание в жизни через познание человек может облечься в силу Божью без познания никогда ты не будешь иметь силы Божьей сила Божья через познание Его и апостол Павел говорит что я стремлюсь познать Его и силу воскресения Его то что было для меня преимущество я отказался может действительно от нас иногда надо от многого отказаться но сосредоточиться на простых но сильных вещах познавать Господа познавать Его власть познавать Его силу и она как бумерангом придет в твою жизнь и в твое служение служение без силы это не служение это артисти артистизм правильно я сказал нет? и больше ничего но служение пусть оно будет не столько может грамотно не столько может там такое высокопарные слова но там есть сила Божья Аллилуйя вот почему Бог избирает не мудрое мира сего что и пострамить мудрое Аллилуйя Бог хочет наделить нас своей силой а если мы сейчас будем готовиться к молитве а если у тебя когда-то была сила потому что мы часто это испытываем вот и даже часто проповеди говорят вот было тогда вот посмотрите что было тогда вот что было тогда вот что было там а какая польза молодым людям я часто сижу и думаю какая польза молодым людям что было тогда чем ты чем иногда их питаем им сегодня это нужно им сейчас это нужно не то что 20 лет было я люблю вспоминать старые времена хорошие но но они мне ничего не дают они только мой чуть-чуть воодушевит нас и больше ничего а надеюсь на господа обновится в силе твоя сила которая у тебя есть ее достаточно чтобы идти и побеждать когда-то бог сказал своему мужу вождю народа израильской с той силой которая у тебя есть идти но она должна быть обновленная я думаю что сейчас есть время сегодня это последнее воскресенье и может последнее предпоследнее собрание в этом старом году я хотел бы чтобы все вы вступили новый год с новой силой обновленной силой я хотел бы за это молиться давайте мы все представим я хотел бы пригласить сюда старшего пастора который будет молиться я почему-то всегда я вижу его помазание и силу божию я хотел бы чтобы вы пришли сюда кто хочет обновиться силе палаточные служения вам нужно обновление силы другие служители вам нужно левиты обновить и силу нас очень так много времени но